есть еще и очень интересный момент есть ваши друзья которые были в детстве в школе может быть в садике во дворе и вы сталкивались с этими ребятами может быть каких-то конфликтах и фишка в том что некоторые ребята ну хотя и взрослые тоже могут это делать но часто это бывает у ребят там какие-то клички начинает высмеивать цепляться за какой-то недостаток как они думают у ребенка да и начинает этот недостаток раздувать максимально получая с этого какие-то свои профиты сюда эмоциональный свои профит образы определенные цепляются на ребенка но хотя и родитель может делать то же самое конкретно цепляются образы например ты дистрофик ты слаб да там я не знаю что там еще бывает ты тупой на вот эти образы ты страшный урод хотя на самом деле это не так вот эти все образы цепляются когда человек подрастает эти образы остаются вместе с ним и он старается этим образом соответствовать он даже сам не понимает что эти образы были навязаны они были созданы другими людьми в каких-то конфликтных ситуациях повторяющих ситуациях где человеку говорили что он урод допустим на самом деле он не такой но эти программы а уже у него в голове и он их не может убрать и он соответствует этим образом он читает что если ему сказали что он дрищ он будет худым реально вот есть такие вот парни которым всегда говорили что он дрищ и он не может набрать вес что он только не делает весом набрать не может прикольно Хороший показательный пример. И пока он не уберет образ, что он не обязан соответствовать образу, который ему сказали в прошлом, что он дрищ, пока он этот образ не уберет, то есть не осознает, что это обман, ложь, этого не было на самом деле, пока он не уберет, он будет дрищ. Вот работает это так, как бы это банально не звучало. Человек верит, реализует. Верит в образ свой, реализует. И вот проблема еще в том, что нужно эти образы, которые у вас из прошлого, нужно эти образы вытащить, когда про вас что-то говорили, вытащить и посмотреть. Во-первых, посмотреть, правда ли это. И во-вторых, люди, которые это говорили, вы уже с ними не сможете встретиться, потому что, скорее всего, они даже уже забыли то, что они говорили. Тогда вопрос вам. Если они забыли, что они говорили, что вы урод или какой-то не такой, они уже об этом забыли. Почему вы до сих пор соответствуете образу человека, человек, который вам зацепил, который уже этого не помнит? Но это же уму непостижимо. То есть вам сказали, что вы какой-то не такой. Правильно? Логично. Но этот человек уже об этом забыл. Почему вы соответствуете этому образу, если человек об этом уже забыл? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему вы должны подчиняться образу другого человека, ну, нейма или, может быть, нейма какого-то. Почему вы подчиняетесь образу какого-то левого человека? Был у меня случай в школе. Пятый класс, шестой, наверное. Я стоял на улице. Мы убирались. Что-то там было, может быть, я забыл, субботник какой-то, наверное, так это было, называется. И я облокотился к стене. И там был такой заделистый мальчишка, тоже наш одноклассник. Он такой стоит рядом и говорит, а что это ты к стене облокотился? Ты что, дистрофик, что ли? Что ты на своих ногах не можешь стоять? Бам! Остановим этот момент и сейчас показать им пример, как нужно с этими образами работать. То есть у нас что есть? Есть образ дистрофика, да? Или там, что он не может, что я не могу стоять на своих ногах. Давайте разбирать этот образ. Первый. Этот человек уже не помнит, что он сказал. Куча лет прошло. Он точно не помнит. Тогда вопрос мне. Почему я продолжаю соответствовать образу дистрофика? Во-первых, почему я поверил в этот образ, да? И во-вторых, почему я продолжаю соответствовать образу того человека, который об этом уже забыл? И следующий вопрос. Окей. Почему я должен подчиняться этому человеку, который мне в пятом классе об этом сказал? То есть он кто? Кто этот человек? Он что? Пуп всей земли? Кто он? Генерал всего мира, что ли? Он что? Бог вселенной земля? Я не знаю. Кто этот мальчик? Кто он? Никто. Если он никто, почему я соответствую этому образу? И оп! Ощущение такое приятненькое появляется внутри, да? Вот у меня, по крайней мере, так. То есть и дальше я уже говорю себе, могу сказать, да, проговорить про себя, ну, или может просто осознать, что почему я должен соответствовать образу какого-то левого чувака, которого я никогда больше не увижу, который больше никогда в моей жизни не встретится. А даже если он встретится, почему я подчиняюсь какому-то человеку и соглашаюсь с тем образом, который он на меня зацепил? Почему? И вот это называется самооценка, да, вот как часть нашей терапии по самооценке. Вот это одна из ступеней, один из пунктов, чтобы вы наконец-то формировали свою самооценку, потому что вы сами себя оцениваете. Вы понимаете, какой-то дебил, ну, может быть, не дебил, я не знаю, просто какой-то странный чел сказал про дистрофиков. Может, у него пунктики какие-то на дистрофию, я не знаю, может быть, он, может, у него гомоди, не гомоди, а дистрофия, там, фобия. Не знаю, может быть, он сам боится быть дистрофом, я не знаю, что у него там в голове творится. Но почему я должен подчиняться какому-то левому человеку? И не важно, в каком это возрасте прошло, в пятом классе, сегодня, вчера, не важно. Вообще не важно.